Я приветствую вас на своем канале в связи с последними событиями сегодняшнего дня, за которыми сейчас пристально наблюдает весь мир. Конечно, речь идет о начале военной операции со стороны России на востоке Украины. Многие авиакомпании массово начинают отменять рейсы. В частности, турецкая авиакомпания Turkish Airlines еще рано утром объявила об отмене всех своих рейсов в Украину в связи с тем, что страна закрыла воздушное пространство. Кроме того, в Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что готовятся к эвакуации своих граждан с территории Украины. В частности, в МИДе Турции заявили, что готовы оказать всестороннюю помощь своим гражданам, которые желают покинуть территорию страны. На данный момент в ведомстве призывают граждан по возможности не покидать свои дома или перебраться в безопасное место, а также воздержаться от поездок. Воздушное пространство страны пока закрыто. После того, как было объявлено о начале военной операции, президент Турции Реджеп Тейп Эрдоган связался по телефону с президентом России, а после созвал экстренное заседание Совета Безопасности. Заседание началось в 11 утра, но на данный момент, на момент съемки от президента Турции еще никаких официальных заявлений не поступало. Как только реакция появится, я вам обязательно сообщу. Напомню, что еще вчера президент Эрдоган заявлял, что Турция будет поддерживать отношения с обеими странами на фоне сохраняющейся напряженности в российско-украинских отношениях. Но это заявление было сделано вчера, сейчас проходит заседание Совета Безопасности Турции и мы все ждем официальных объявлений от президента. И вот только что поступило официальное письменное сообщение от Министерства иностранных дел Турции, в котором говорится, что Турция отвергает военную операцию. Вот что сообщается конкретно в письме, цитирую, Турция призывает Россию незамедлительно прекратить необоснованные и незаконные действия в отношении Украины. Кроме того, в заявлении МИДа Турции сообщается, что Турция выступает за уважение к территориальной целостности и суверенитету всех стран. Анкара продолжит поддержку политическому единству, суверенитету и территориальной целостности Украины. Вот такие вот официальные заявления только что поступают от МИД Турции. Тем временем еще сегодня ночью авиационные власти России приняли решение ограничить полеты в 12 городов России, которые располагаются на юге страны. Среди них Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. В настоящее время на табло в аэропортах Шереметьево и Внуково рейсы во все эти города значатся как отмененные. Кроме того, сообщается о том, что ограничение будет действовать до 3 ночи 45 минут 2 марта. По состоянию на данный момент были отменены сотни рейсов, улететь не смогли десятки тысяч пассажиров. Аэропорты настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов, встречающим, пребывать в воздушной гавани до снятия ограничений. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов будет сообщено дополнительно. Актуальную информацию о работе аэропортов и рейсов можно узнать на официальном сайте аэропортов или социальных сетях. В настоящее время все рейсы отменены. По всем вопросам обмена, возврата авиабилетов, переноса времени вылета следует обращаться в авиакомпании. Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза также заявило, что воздушное пространство России и Беларуси в пределах 100 морских миль от их границ с Украиной может представлять угрозу безопасности и рекомендовало перевозчикам избегать полетов в этой зоне. В настоящее время из-за закрытия воздушной зоны задерживаются несколько рейсов в Турцию. В то же время сообщается, что в аэропорту Шереметьево у авиакомпании Аэрофлот идет регистрация на рейс в Стамбул. Поэтому дать однозначную оценку по авиасообщению между Россией и Турцией пока довольно сложно. Эксперты сообщают, что в связи с нестабильной ситуацией согласование новых воздушных коридоров может занять до недели. В стабильной ситуации на решение проблемы согласования новых коридоров ушло бы несколько часов, но сейчас ситуация развивается динамично и непредсказуемо. Как известно, нотам закрывающий полеты в ряде районов объявлен до утра 2 марта. Полагаю, что как минимум эту неделю сбои в выполнении полетов по расписанию неизбежны, говорит специалист. В настоящее время туроператоры собирают информацию о количестве туристов, которые находятся в южных городах России. Точных сведений на данный момент не имеется, но, как сообщают на сайте Ассоциации туроператоров России, в ближайшем будущем они предоставят всю необходимую информацию. Авиакомпания S7, UTR и Аэрофлот предложили пассажирам отмененных рейсов получить компенсацию или поменять билеты. Уральские авиалинии сейчас прорабатывают маршруты по новым воздушным коридорам в Армению, Египет, Турцию, на Кипр и для выполнения обходных рейсов в аэропорты Сочи и Минвод. Ввиду того, что сейчас несколько аэропортов прекращают свою работу, ну а также идет согласование новых воздушных коридоров, у многих туристов, которые находятся как на отдыхе за границей, так и на отдыхе внутри страны, возникают проблемы с возвращением обратно домой. Как сообщил генеральный директор туроператора Pegas Touristik, никто из их туристов брошен не будет. Сейчас многим из них продлевают проживание в отеле за счет туроператора. Цитирую слова гендиректора туроператора Pegas Touristik. Никто не брошен, туристы будут проживать в своих отелях до момента, пока авиакомпании совместно с Росавиацией найдут решение для организации альтернативных маршрутов вылаза. Сдержки туроператор взял на себя. Будет правильно, если в этой ситуации хотя бы российские гостиницы сделают скидки или продлят проживание бесплатно. Всем же тем туристам, у которых были куплены путевки на самые ближайшие даты, генеральный директор Pegas Touristik предлагает перенести даты своего путешествия. Более того, юристы, которые работают с туроператорами, уже сейчас дают свои рекомендации тем туристам, чьи туры были отменены в связи с военным конфликтом. Как поясняют специалисты, все события геополитического характера, включая войны и революции, относятся к обстоятельствам непреодолимой силы, освобождающим стороны договора от ответственности. При этом не следует путать освобождение от ответственности с освобождением от обязательств или возврата денежных средств. Как правило, они откладываются только на период действия обстоятельств непреодолимой силы. Кроме того, юристы сейчас советуют всем путешественникам не делать резких движений, ну а также подождать дальнейшего развития событий. По перспективам туров с вылетами из закрытых до 2 марта аэропортов нужно получить информацию от туроператора и уже исходя из этого принимать дальнейшие решения. Насколько я знаю, сейчас по крупным туроператорам проводятся совещания и в ближайшее время будет понятно, готовы ли они предлагать альтернативы и на каких условиях. Более того, уже сейчас поступают официальные сообщения от Ростуризма, в частности поступают рекомендации для российских туристов. В первую очередь всем путешественникам советуют, прежде чем отправляться в поездку, проверять информацию о рейсе на официальном сайте аэропорта, либо же на официальном сайте авиакомпании. Также ведомство советует всем туристам по возможности отменить свои поездки, которые были запланированы в города, где сейчас закрыты аэропорты. Все организованные путешественники вправе перенести свои поездки на более поздние даты. Все самостоятельные путешественники должны обратиться в официальное представительство авиакомпании. Организованным туристам, которые сейчас находятся на отдыхе в регионах, где были временно закрыты аэропорты, необходимо обратиться к туроператорам. В настоящее время туроператоры прорабатывают варианты вывоза туристов или продления их пребывания в отелях. Ввиду сложившейся ситуации Ростуризм просит отельеров с пониманием отнестись к гостям, которые сейчас не могут покинуть регион пребывания и продлить их проживание без повышения стоимости гостиничных услуг. При обращении туроператоров о продлении сроков проживания туристов просим также оказывать полное содействие в предоставлению услуг без изменения условий. Тем же туристам, которые сейчас находятся на отдыхе за границей и которые должны были возвращаться домой через закрытые аэропорты, Ростуризм рекомендует держать постоянную связь со своими туроператорами, либо же с авиакомпаниями и дожидаться официальной информации об урегулировании обратного маршрута. Кроме того, Ростуризм сообщает, что совместно с Народным фронтом запускают колл-центр для туристов по вопросам, связанным с временным закрытием ряда аэропортов России. Линия начнет работать сегодня в 3 часа по московскому времени и будет работать ежедневно с 8 утра по московскому времени до 8 вечера по номеру 8 800 234 11. Этот звонок бесплатный. Также поступают сообщения от Аннекс Тура о срочных изменениях вылетов из Египта. В связи с закрытием ряда российских аэропортов туроператоры срочно переносят или отменяют рейсы. Многих туристов волнует судьба вывозных рейсов из Египта. На табло Хургады и Шарм-Аль-Шейха отсутствует актуальная информация о вылетах города России. В туроператоре Аннекс Тур сообщают, что никогда никого не бросали и здесь все будет в порядке. Сейчас оставляем списки туристов и в ближайшее время предложим варианты. Призываем никого не паниковать. У стратегического партнера туроператора авиакомпании «Азур-Р» задержано несколько рейсов, к примеру, из Шарм-Аль-Шейха в Москву, в Краснодар и Самару. По данным официального источника Аннекс Тур, рейсы из Египта в Ростов-на-Дону и Краснодар будут перенаправлены в аэропорт Минеральных Вод. Туристы, которые должны были возвращаться в Белгород и Воронеж, прилетят в Москву. Оттуда до места их доставят поездами или автобусами. Это вся имеющаяся информация по туристическим вопросам на момент съемки видео. На сегодня пока все. С вами, как обычно, была Катя. Мы увидимся в следующем ролике, возможно, уже сегодня.